Добрый день, меня зовут Маргарита, добро пожаловать на мой канал и сегодня мы с вами поговорим про Empliados de Agar, домработниц. Это такой вид контракта, такой вид деятельности, который очень-очень распространен среди наших женщин, потому что очень многие работают на дому, очень многие работают за детьми, убирают за престарелыми, поэтому мы сегодня рассмотрим этот вид деятельности, какие права, какие обязанности, какой должен быть контракт, сколько должны заплатить выходного пособия, какая зарплата, платится ли пособие по безработице. Сегодня все рассмотрим и это все рассмотрим в три этапа. Первое это контракт и все, что с ним связано, второе это зарплата и третье это налоги, которые должны платить по этому контракту, потому что очень много вопросов и очень многие сами за себя платят эти налоги. Поэтому сегодня рассмотрим все, что касается Empliados de Agar в этих трех пунктах. Первое это контракт. Контракт должен быть составлен обязательно в письменной форме, если вы работаете больше, чем 4 недели. Если контракт не был составлен и вы работаете больше, чем 4 недели, в этом случае считается, что у вас постоянный контракт на полный рабочий день на 40 часов. Что должно быть указано в контракте? Обязательно это сколько часов вы работаете, сколько дней вы работаете, где место работы вашей и если вы там ночуете, то есть если вы остаетесь там ночевать. Обязательно это должно быть указано в контракте. Испытательный срок не может быть больше, чем 2 месяца. Также в течение дня вам должны предоставить 2 часа на обед, но эти 2 часа не оплачиваются. Отпуск. Отпуск 30 дней в год. Это может быть 30 дней сразу или 15 и 15. Все договаривается между работником и работодателем. Если у вас нет договоренности, то есть вы хотите в тот период, они хотят в тот период, тогда берется 15 дней так, как хотите вы и 15 дней так, как хочет работодатель. Все. Выходные пособия, то есть если разторгается контракт или уходите вы, или вас увольняют, кто сколько кому должен заплатить. Если увольняют вас, то вам должны заплатить 20 дней за каждый проработанный ваш год. Но максимум 12 месячных ваших зарплат. Если уходите вы, то в первую очередь вы должны предупредить за 20 дней до ухода, если вы отработали больше, чем год. Если вы отработали меньше, чем год, тогда вы должны предупредить за 7 дней. И вам должны выплатить 12 дней за каждый отработанный год, но как максимум 6 месячных зарплат. Платится ли пособие по безработице по таким контрактам? Если, например, вас увольняют, будут ли вам платить пару знаменитых? Нет, не будет. По контрактам домработниц, то есть имплиадос, долгая, пособие по безработице не платится. К сожалению, нет. Еще очень важный момент, что этот контракт может сделать только физическое лицо, то есть только какая-то семья или какой-то человек вам. То есть не может сделать какая-то компания. Если вам делать какая-то компания контракт, то это уже будет не имплиадос, долгая, это будет обычный контракт, там, или по уборке, или за престарелыми и так далее. То есть это уже совсем другой тип. Что интересно в этом контракте? Какие права и обязанности работника? В принципе, это те же самые права и обязанности, которые есть у любого другого работника, но это специальный режим. Там есть свои исключения, есть свои плюсы и минусы. Чем интересен этот контракт? В первую очередь он интересен тем, что многие по таким контрактам делают себе документы. То есть многие ищут, так как не могут найти работу в какой-то компании, в какой-то организации, поэтому они ищут работу на дому. И им работодатель, обычный человек делает такой контракт и они оформляют документы. То есть это очень важно и это интересно для многих приехавших сюда людей. Про контракты мы закончили, я думаю, с этим все понятно. Если у вас есть вопросы, обязательно спрашивайте, я отвечу. Может быть не сразу, потому что очень большой поток сообщений у меня во всех соцсетях. Поэтому обязательно отвечу, но постепенно. И обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое интересное и самое важное про Испанию. И сейчас мы переходим к важному пункту, это зарплата. Какая же зарплата у импляда с долгого родом работает? Сейчас сделали им зарплату минимальную, такую как всем, то есть 950 евро. И в данный момент сейчас идут очень большие проверки по контрактам, которые не соблюдается, такая зарплата. Поэтому кто работает по таким контрактам и вам платят меньше, обратите внимание, сделайте замечание вашим работодателям, чтобы они это все изменили. Потому что будут штрафы большие именно им, не вам, а именно им, потому что они должны были изменить вам и такие зарплаты. Итак, платится 950 евро в месяц как минимум и платится 14 зарплат. То есть вам платится каждый месяц, еще должны заплатить одну зарплату летом и одну, 13-ю, да, и одну зарплату 14-ю зимой. И это все можно распределить по месяцам, то есть вы будете получать, грубо говоря, 1108 евро в месяц. То есть если это все распределить по месяцам, выходит эта сумма. То есть меньше, чем эту сумму, если вам платится только 12 раз в году, вы получать не можете. Именно с этой суммы с вас будут вычитать налоги. Поэтому мы сейчас плавно переходим к третьему пункту, к налогам. Это очень важно и многие думают, что их это не касается. Но, как я уже упоминала, многие делают себе документы именно по таким контрактам. И работодатели иногда, и даже можно сказать зачастую, очень часто говорят, мы тебе сделаем контракт, но налоги будешь платить сам. Поэтому люди работая, получая определенную сумму, выплачивают еще как бы налоги, которые вы не должны платить, а должны платить работодатели. И у меня очень много вопросов задают, а сколько, какие же налоги, потому что мне они говорят одну сумму, правда ли это, неправда. Поэтому сегодня рассмотрим, какие же налоги должны платить работодатели за вас. Они должны заплатить два налога. Контингенция с коммунис, контингенция с профессионалис. Контингенция с коммунис это 23,6% и контингенция с профессионалис это 1,5%. То есть в общей сложности получается 25,1%. Это то, что должны платить работодатели с вашей зарплаты. То есть если вам распределяют зарплату в 12 зарплат, то есть 1108 евро, то есть они платят 25,1% из 1108 евро. И получается 278 евро 10 центов. Это при том, что вы работаете 40 часов в неделю, то есть полный контракт. Если вы работаете меньше, то соответственно в зависимости от часов, сколько вы работаете, соответственно процент берется, сколько должны за вас платить. Это все можно посмотреть в интернете. То есть там есть прям табличка, вот сколько часов вы работаете и какой процент, и сколько там выходит. Я вставлю в видео эту таблицу и вы сможете посмотреть. Но в этом году сделали скидки, 20% скидки по налогам работодателя для новых контрактов заключенных в этом году, а также на контракты с заключенной с 1 января 2012 года. Так что если вы официально начали работать в этот период, то работодатель в течение 2021 года платит налогов на 20% меньше. То есть получается, что в этом году они за вас платят 20 и 38%. То есть это получается в евро 225 евро 81 цент. Это то, что они платят за вас в этом году. Но есть еще одно исключение, еще одна скидка для многодетных семей. То есть если вы работаете в какой-то многодетной семье, то у них скидка составляет 45%. То есть они платят за вас на 45% меньше. То есть это 14,8% и в евро это будет 160 евро 43 цента. Так что если вы работаете в многодетной семье, то 45%. Если вы работаете в обычной семье, то это 20% меньше. Поэтому в этом году, если вы будете в этом году делать документы или оформляться и вам скажут платите за меня, то имейте в виду, что в этом году процент составляет намного меньше и платить нужно меньше. Как видите, есть свои плюсы, есть свои минусы по этому контракту. И сегодня мы разобрали все по этой теме. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Оно было для вас и полезным, и интересным. Обязательно подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Если у вас есть вопросы, пишите, обязательно отвечу. И всем хорошего дня и до скорых встреч.